В марте прошлого года вступил в силу закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан. Принятый закон предусматривает три вида процедур. Это внесудебное банкротство, судебное банкротство, а также восстановление платежеспособности. Об этом рассказала руководитель управления по работе с несостоятельными должниками Департамента госдоходов по Восточно-Казахстанской области Саира Уалибекова в ходе брифинга. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть кредитор не имеет права самостоятельно подавать на банкротство должника. Первая процедура – это внесудебное банкротство. Его можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами, отметили специалисты. Следующее – это судебное банкротство. Его смогут применить граждане, если их долг превышает 5,9 миллионов тенге. Целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требования кредиторов за счет имущественной массы банкрота. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет в праве его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника. Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие. Следующая процедура – это восстановление платежеспособности. Здесь предусматривается возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов при наличии стабильного дохода. После объявления гражданина банкротом нужно знать о последствиях. Это, во-первых, ставится запрет на получение займов и кредитов в течение пяти лет, кроме получения микрокредитов, ломбардов. Во-вторых, повторное банкротство возможно только через семь лет. И также нужно учитывать, что будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота в течение трех лет после банкротства. Помимо этого, спикер подчеркнула, что долги по алиментам, по возмещению вреда причиненного жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям списанию не подлежат. Дилнас Мурзегалиева, Карахат Жақсылық, Кызас Хатурдыбаев, Алтай Ахпарат.